Те изменения, которые произошли с тех пор, политические, социальные, они были очень... случились за короткий период времени. И эти изменения как бы разбили не только ту идеологию и тот язык, который существовал, но и значение слов, и сам синтаксис изменился на столько, что теперь не воспринимается с нами. Синтаксис это как хребет, это как скелет языка. И в тех условиях он так коррекционировался, высох, окаменел, что просто не выдержал однокурский период. И он не смог гладко приспособиться, гладко перейти в новые условия, созданные новой политической и общественной обстановкой. Есть одно, что сделало меня начать с именно этого отрывка. Потому что это ведь достаточно прямолинейный, нарративный отрывок, который близок к документальному кино. И что меня заинтересовало, и к чему я стал стремиться в своей работе, это сделать видимую синтаксис. Потому что синтаксис сам по себе, он как правило, находится на заднем фоне, он является черта невидимым, и не ощущаем его, когда смотрим и делаем что-то в других медиах. И вот мне захотелось как бы увидеть невидимую. Я сейчас покажу вам другой отрывок из другого фильма, который называется Лекат. Лекат, which I showed in Senegal, and where the main language is Wolof. But it's a country made of many ethnic. Но сама страна, она очень многонациональная, многоэтничная. Лекат means the one who speaks a different language from the main one in the country where he lives. Лекат означает человек, который говорит на ином языке, отличном от того, на котором говорят в той местности, где он живет. Лекат.